О главных темах и событиях вторника расскажет наше время. С вами Юлия Агафарова. Здравствуйте! Сегодня коммунальщики весь день устраняли последствия мощных снегопадов. Только минувшей ночью в Оренбурге выпала полмесячная норма осадков. Метели продолжились и днем в срочном порядке. На борьбу со снегом бросили все силы. Расчищать город выехали около 130 единиц спецтехники. Несмотря на то, что к уборке приступили незамедлительно, горожане жаловались на завальные улицы и дворы. О том, как оренбуржцы выбирались из снежного плена. Ольга Патрушева. Хозяину серой иномарки сегодня пришлось вызволять свою машину из снежного плена. После ночного снегопада он даже не сразу ее узнал. Но дожидаться помощи коммунальщиков не стал и сам взял в руки лопату. Я считаю, что каждый гражданин, ну или житель города Оренбурга должен нести лепту, потому что мы ездим все на машинах, а снег препятствует движению. Также скорая помощь и МЧС, если вдруг чего, потому что передвинутые ситуации всегда могут быть. Надо помочь. Впрочем, такого мнения не все. Большинство все же надеется на вездесущность коммунальных служб и сетует, что моментального чуда не произошло и сегодня. По всему городу Оренбургу практически ДТП. Время 11 утра, то есть дороги до конца основные еще не высечены. Сережкова, Чкалова, Гагарина. В дворы вообще нельзя заехаться. Виртуальное пространство моментально заполнилось фотоэтюдами ночного снегопада и снова заваленное авто. Кто-то писал, что так и не решился завести свою ласточку и отправился на работу пешком. Кто-то откровенно радовался. Настоящей зиме. Работа, учеба. Эх, сейчас лялька проснется. Пойдем крепость снежную строить. Я пока буксовал, полдва раз снега очистил. Ехал, смотрю, бедные манки с санками в сугробе едут с детишками. Не чищено вокруг. Надеюсь, к обеду полегче будет. Почистят. К обеду и правда в городе стало чище. Армия спецтехники. Около 130 единиц атаковала улицы. У нас 12 часов после снегопада для того, чтобы произвести уборку основных магистралей. Для этого существуют у нас звенья. Звено состоит из четырех машин, которые первые убирают, подметают снег. Потом идут за ним, погрузчик вычищает, грейдер прижимает. И уже потом ручные бригады тоже, которые убирают пешеходные тротуары. Со дня на день начнет работать в городе и новая техника. Пока вывести на улицы ее не могут. У нас снегоротор мы получили. Значит, у него электроника вышла из строя. Сейчас мы из мяса вызвали специалиста. Он должен сегодня к вечеру приехать. И завтра, наверное, мы примем туда специалистов на эти новые комбинированные машины. Они с электроникой. Наши КПК, квалификация этих специалистов, наших, которые у нас на предприятии, она не позволяет им работать на этой технике. Между тем, новая техника будет как нельзя кстати. Ведь эта ночь, обещают синоптики, в Оренбурге будет не менее снежной. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Тем временем в МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. В ближайшие несколько часов в Оренбурге ожидается усиление ветра до 26 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, а также не оставлять без присмотра детей. На территории Оренбургской области в местах наиболее неблагоприятных, где у нас, как правило, бывают заторы, выставлены временные места обогрева водителей в случае каких-то ситуаций. Поэтому это на востоке, в центре здесь у нас и на западной части. Если есть вопросы у жителей, тех, кто окажется в какой-то ситуации, пожалуйста, набирайте телефон 01 или 112. Мы обязательно в порядке среагируем и поможем. Подробный прогноз погоды смотрите в конце выпуска, а сейчас к другим темам. На сгоревшем складе пиротехники были серьезные нарушения противопожарной безопасности. В преддверии новогодних праздников сотрудники регионального управления МЧС проверяли магазин склад с петардами и фейерверками, в котором, напомню, вчера произошел серьезный пожар. Еще в декабре инспекторы выявили ряд нарушений. Организация противопожарного режима на объекте. Это в исправном состоянии должна быть система автоматической пожарной сигнализации. На момент проверки вопросов к пиротехническим разделям не было. То есть вопросы были в целом к противопожарным режимам. По результатам декабрьской проверки сотрудники Госпожнадзора выписали предпринимателям штраф 30 тысяч рублей и предписание о ликвидации всех нарушений. Сейчас в МЧС разбираются, устранили ли их на складе с пиротехникой и что стало причиной пожара, ущерб от которого, кстати, составил порядка 6 миллионов рублей. То вверх, то вниз. Цены на продукты питания вновь в центре внимания. Одни товары дорожают, другие дешевеют. Так, за 12 дней Нового года потеряли в цене гречневая крупа и сахар, а выросли хлеб, молоко и мясо. Такую информацию предоставили в администрации города. Наши корреспонденты попытались узнать, что будет дальше и кто сможет остановить ценовое метание. Материал Юрия Мишенина. Ну, мы же понимаем, что мы живем не в те советские времена, когда не пущать, не давать там и так далее. В те времена-то был госплан, поэтому госплан, если там, соответственно, по снарядке давал, то и требовал цену. А мы так как... Председатель комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства Оренбурга Алексей Широбоков разводит руками. Повлиять на ситуацию на продовольственном рынке очень сложно. Городская комиссия мониторит стоимость продуктов питания постоянно. Постоянно. Постоянно вызывают на ковер тех, кто резко цены задирает. С ними разговаривают, их уговаривают. Других рычагов воздействия просто нет. Вот буквально завтра будут собирать тех, кто занимается реализацией мяса. По последним данным, оно серьезно подорожало. Как пример, цены на центральном рынке Оренбурга. Говядина, например, была минимальная 150, максимальная 300. То есть сейчас мы отмечаем, например, говядину 170-400 уже. То есть, ну, есть рост, да. Свинина тоже самая повысилась. Вот сейчас 160-370, а была максимальная 300. Ну, то есть, вот как бы, здесь процентов, порядка 10-15%. Предприниматели власть, наверное, услышат. К слову, Оренбургская область – один из регионов Приволжского федерального округа с самыми низкими ценами на продукты. Много чего производим сами, а потому поводов для резких скачков цен нет. Об отсутствии дефицита говорят и торговые сети. Запасы есть, партнеры надежные, поставки идут, никаких сбоев, перебоев нет. Соответственно, в основном это наши внутренние, я имею в виду, российские поставщики. Правда, что будет с ценами на продукты дальше, пока никто точно сказать не может. Их будут пытаться урегулировать, снижать. Получится вопрос. Говорят, все на свои места расставит рынок. Ну, и правоохранительные структуры помогут. За ценами на продукты теперь станет смотреть не только УФАС, но и прокуратура. Сегодня к этому не только антимнопольная подключена, но и, ну, тоже, да, смотрим федеральное законодательство. Видим, что и правоохранители уже стали, ну, как-то больше к этому, к этой работе подключать. В нашем, наш регион это не исключение. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев, Дмитрий Примачек. Наше время. С ВАТО в замы прокуратура области провела проверку по поводу конфликта интересов, якобы имевшего место в региональном министерстве физической культуры, спорта и туризма. Как выяснило одно из оренбургских изданий, недавно назначенный на должность заместителя руководителя ведомства Вячеслав Хохлов, приходится родственникам министру Олегу Пивунову, а именно является СВАТОМ, то есть отцом супруги сына. Впрочем, как установила прокуратура, такое родство, занимаемое должностью не помеха, оно не противоречит антикоррупционному законодательству. Отложить шпасели и взяться за учебники. Уже сейчас это придется сделать тысячам мигрантов из стран бывшего СНГ. С Нового года, чтобы работать в России, гастарбайтеры должны знать наш язык, законы и историю. Мнения о новых правилах уже разделились. Одни эксперты называют их заградительными, другие радуются, что наша страна наконец-то поняла, кого хочет привечать в гостях. Елена Кузнецова и Станислав Даминов посмотрели, как иностранные гости знакомятся с учебниками и попробовали оценить шансы на успех. С приходом в власть в 1989 год Петра I жизнь в стране поначалу как бы повернулась в пиад. Спотыкаясь о сложные слова и множество дат, Сабис студирует учебник истории. Пока дошел до эпохи Петра, успел забыть, что было раньше и уже понятно, на многие вопросы теста не ответит. В каком веке закончилась татаро-монгольская ика? Сумеете ответить, когда закончилась татаро-монгольская ика? Ну это 1900, это не могу. На пятом десятке сесть за учебу не его блажь, а устрая необходимость. Теперь, чтобы работать, нужен патент, а для этого придется сдать тесты по русскому, истории и законодательству. Почему у принимающей стороны вдруг возникла надобность в грамотных гастарбайтерах, Сабит, правда, понять не может. Ну если я работаю черным рабочим, если я работаю кирпичом, строительным работаю, как это мне надо? Это мне книга не поможет, автор не поможет. Я кирпичу лежу, смену, люк поставлю, и все, иду, все. В национальных диаспорах уже оценили нововведение, ведь если обучение тяжело даже старшему поколению, то для молодежи гранит российской науки станет и вовсе неприступной крепостью. Они приезжают совершенно, скажем, как будто с другой планеты. Потому что за те 20 лет, которые впоследствии после распада Советского Союза, они, конечно же, кардинально изменили и уклад жизни, и привычки, и особенности даже, допустим, образовательных программ. В миграционной службе подсчитали треть всех гастарбайтеров – молодежь. Среди них те, кто не пригодился на родине и едет в Россию работать руками. Такие объясняются жестами, живут группами и взаимодействовать с нашим обществом просто не могут. По новым законам им больше не рады. Теперь наше государство четко объяснило, кого ждет в гости. Все законодательные инициативы, которые сейчас введены, они как раз направлены на то, чтобы иностранные граждане были адаптированы к нашим условиям. Соответственно, если они будут более адаптированы, значит, будет меньшая опасность каких-либо конфликтов, недопонимания. Важно, что багаж знаний иностранцы должны не набирать здесь, на курсах или в образовательных центрах, а уже привезти с собой. По закону, у гастарбайтеров есть 30 дней, чтобы подать заявление на патент. Иначе можно вернуться на родину. Вообще, прощаться с Россией заморские гости отныне будут чаще. Нормы законов стали жестче, а вернуться смогут не скоро. Срок запрета вырос до 10 лет за особо серьезные нарушения. Если в прошлом году в нашей области трудились 24 тысячи иностранцев, то в этом смуглые ряды явно поредеют. Могут не приехать из-за проблем с русским языком, с этими документами. Конечно, будет цифры меньше. Но опять-таки, насколько меньше, ну, тут не угадаешь. То есть отток ожидаете? Отток, да. Отток мы ожидаем. Хотя в миграционной службе уверены те иностранцы, кто ценит работу в России и выучится и вернутся, а кто нет, просто освободит место для отечественных трудяг. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Еще о нововведениях. Командировочные удостоверения уходят в прошлое. Отныне время пребывания сотрудника в служебной поездке будет определяться по проездным документам. Об этом пишут известия. Постановление федерального правительства было опубликовано в понедельник, 12 января, и вступит в силу через неделю. Отмена командировочных удостоверений, по мнению экспертов, снизит нагрузку на бухгалтеров и сократит издержки для бизнеса, особенно малого и среднего. Когда зимняя забава становится опасной для здоровья, жители дома номер 68-1 по проспекту Братьев Коростелевых переживают за своих детей. Люди жалуются, что вокруг снежной горки, которую за зиму облюбовала детвора, рабочие ближайшие стройки набросали груду железобетонных плит. Торчащая из-под снега арматура грозит опасностью любителям покататься с ветерком. В том, что до несчастья буквально один шаг убедился Виталий Сапожников. Вот она, засыпана арматура. Выпавший за ночь снег почти полностью скрыл и бетонные плиты, и торчащие из них штыри арматуры. Вроде бы для непосвященного никакой опасности нет, а горка так и манит забраться повыше, разогнаться получше и прокатиться с ветерком. Вообще, конечно, эта горка – настоящий рай для детворы. Она достаточно длинная, крутая, словом, катаясь я не хочу. Но такое удовольствие сопряжено с реальной опасностью в виде торчащих из-под снега кусков арматуры. Сама эта горка и плиты появились здесь благодаря строителям. Неподалеку возводят дом и лишнюю землю вывезли на этот пустырь, образовав очень удобный для катания холм. Позже сюда же свалили и плиты. Вот только не подумали, что горка станет настоящей меккой для окрестной детворы. Для ребят помладшего дворе есть специальная искусственная горка. Ну а те, кто из нее уже вырос, предпочитают экстрим, граничащий с опасностью. И только чудом за новогодние каникулы обошлось без травм. Эти плиты засыпало снегом, и арматуру не видать. Все родители боятся, что кто-нибудь из детишек на эту арматуру может случайно наткнуться, потому что из-под снега ее уже не видать. Мы уже обращались в разные инстанции, все отмалчиваются. Как нам удалось выяснить, строительство ведет за ось эликатный завод. Соответственно, и отходы производства принадлежат этой организации. Вот только о безопасности окружающих руководства предприятия вовремя не подумала. Однако по телефону пообещала, впредь опасная горка будет недоступна. До конца недели они загородят, сейчас туда уехали уже все. И прорабу этого вызвали, который там рассказывал, что он не знает, как все это сделать. Объяснили ему, как это все сделать. Сегодня сейчас уехали, до конца недели будет все загорожено, доступ детей туда не будет. Так что отныне обеспокоенные родители могут ликовать, а вот детвора лишаются экстремального развлечения и, видимо, будет довольствоваться той горкой, что во дворе. Впрочем, здоровье все-таки дороже. Виталий Сапожников, Вадим Доминов. Наше время. По поводу опасной горки мы связались с депутатом городского совета по 9-му избирательному округу Виктором Булгаковым. Он в курсе ситуации и пообещал лично проконтролировать решение проблемы. И добавлю, что обратить внимание на свои проблемы можете и вы. Наши корреспонденты постараются разобраться. Номер редакции 310462. Еще есть события вторника. От печатного слова до электронных текстов. Сегодня акулы-пера отмечают профессиональный праздник. 13 января в 1703 году вышел в свет первый тираж российской газеты «Ведомости». Она стала издаваться по указу императора Петра Первого. Сегодня только в нашей области зарегистрированы почти 600 средств массовой информации. И хотя по праву этот праздник своим считают газетчики, но отмечают его и журналисты радио и телевидения. Как встретил этот день Оренбургскую прессу, Екатерина Киселева сегодня навещала своих коллег, чтобы раскрыть секреты творческой кухни журналистов. Катя, тебе задание продолжать мониторинг цен на продукты. Это сейчас очень актуально, очень важно. Праздник не повод отказываться от планерки. Выход свежего номера ведь никто не отменял. В редакции местной комсомолки всего пять журналистов. И это из-под их острых перьев вылетают по четыре выпуска в неделю. При таком ритме вся жизнь превращается в сплошную погоню за новостями. Если ты идешь в магазин, уже смотришь на полке. Если ты едешь в автобусе, если ты стоишь на остановке, чьи-то разговоры замечаешь. А когда тема нащупана, начинается самое интересное. Поиск фактуры, телефонные звонки. И порой ради крошечной заметки приходится набирать два десятка номеров. Развод спикеров на откровения. Кстати, в газете шедевр родить можно, не покидая пределов редакции. Когда творческие муки автора позади, за дело берется так называемый визажист. Это верт, остальное как... Да, остальное как верстай, а душа лежит. Даже самые гениальные тексты никогда не превратятся в газету, если не попадут к верстальщику. Это они уходят с работы последними. Это с их легкой талантливой руки у газеты появляется свое лицо. Цветные плашечки, фотографии. Обязательно хочется поиграть, где-то градиентик наложить. Готовы, но пока виртуальные, в реальный свежий номер комсомолки превращаются в типографии. Кстати, несмотря на то, что все эти материалы в сети появляются раньше, чем на бумаге, здесь считают, что газеты бумажные, хранить рано. Многие говорят, что будущее печатных СМИ уже предрешено, будущее у нас за электронными средствами массовой информации. Но это означает, что у нас газета в принципе уже бы не должна была выходить. Но она выходит, читатели есть, покупатели самое главное есть. Доброе утро. Доброе утро. В эфире «Утро в Оренбурге». Судья Максим Корников. Ирина Левина. И эфир, само собой, прямой. Его прелесть в том, что только так может получиться настоящий, живой диалог со слушателем. Минусы, конечно, есть тоже. Косяков и оговорок не вырежешь, не подмонтируешь. Я, например, волнуюсь каждый раз, когда выхожу в прямой эфир. Но прямой эфир хорош тем, что он происходит здесь и сейчас, и это очень чувствуется. Самые лучшие прямые эфиры – это когда мы все забываем, что мы в эфире, что мы на радио, когда мы просто разговариваем. Важно, чтобы в эфире не забыл главный человек на радио – звукорежиссер. А то случается всякое, знаете ли. Я однажды уже понажимала, покрутила, и потом мне было слышно Мещерякова. Это Елена Костылева легким движением делает пламенные речи гостей, ведущих студии слышными нам. Хотя этим ее роль себя не исчерпывает. Я, например, показываю там таблички, сколько времени остается до конца эфира. Потом, ну там, побыстрее, например, чтобы они заканчивали. Подводим в итоге голосование. То есть, ну вот, как-то так. Ага, правое плечо чуть вперед. Застать журналиста-телевизионщика на рабочем месте непросто. Застать в одиночестве практически невозможно. Ведь телевидение нет без картинки, а сюжета без оператора. Все, что мы разузнаем, нам необходимо подкрепить видео рядом. И порой это бывает то и как непросто. Но даже когда материал отснят, творческие муки автора только начинаются. Предстоит отсмотреть видео, снова прослушать всех спикеров, выбрать самые вкусные кусочки речей, соединить их текстом, начитать его и перепручить еще одному участнику творческого процесса. Кажется, эти ребята знают, кто на канале главный. Кто бы что ни снимал и кто бы что ни писал, все волшебство творится вот здесь, в этой студии. Это как такой котел ведьмы, где из разных ингредиентов, из текста и съемок творится что-то одно большое целое. Монтаж сюжета почти ювелирный, весьма трудоемкая работа. План за планом к словам приклеивается видео. Так, прямо на глазах, иногда не скрой с криками и рождаются телевизионные сюжеты. Конечно, в общем этот праздник можно назвать большой натяжкой, хотя общего у нас, журналистов, хоть отбавляй. Все мы, и газетчики, и радищики, и телевизионщики готовы ночей не спать, избиваться с ног, чтобы каждый день радовать вас иногда острыми, иногда изысканными, а иногда и трогательными информационными блюдами. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек, Алексей Львов. Для программы «Наше время». Вот так. Тем временем, оренбургские почтовики рискуют потерять подписчиков. Напомню, план по подписке на газеты и журналы на первое полугодие 2015 года выполнен всего на 19%. Вероятно, низкий показатель связан с отменой субсидий для Почты России и увеличением стоимости подписки на печатные издания. Время спортивных новостей, за которыми внимательно следит наш обозреватель Сергей Тыщенко. У него все самое свежее из мира спорта. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Растопили Торос. Урский Южный Урал провел очередной календарный матч в чемпионате высшей хоккейной лиги. Накануне южноуральцы при сверх переполненных трибунах принимали на льду юбилейного «Нефтекамский Торос» и сумели переиграть своего принципиальнейшего соперника с крупным счетом 4-1. Первый гол случился под самый занавес стартового периода. На 20-й минуте Илья Пугин мощно щелкнул, Михаил Меер отбил шайбу прямо перед собой, Евгений Щанкин не воспользоваться таким подарком просто не имел права 1-0. Второй игровой отрезок полностью прошел под диктовку Южного Урала. За 7 минут хозяева льда сумели трижды поразить ворота соперника, окончательно деморализовав «Нефтекамцев». Дублем отметился капитан Арчан Роман Музычко. Еще один гол на счету финского легионера южноуральцев Яни Лаконина. В третьем периоде Торос вынужден был раскрыться, но южноуральцы этим воспользоваться не сумели, а вот «Нефтекамцы» свою дежурную шайбу все же забили. Кирилл Неконоров не позволил оформить шат-аут голки Перворчан Михаила Демидова 4-1. Больше голов в этом матче болельщики не увидели, впрочем, и без того переполненный юбилейным увиденным остался доволен. «Нефтекамцы» мне всегда нравилось, нравится, и мне нравится, чем больше людей будет приходить в хоккейске. Мы здесь болеем за свою спортивную команду, за свою хоккейную команду, которая существует уже более 50 лет. 4 из 6 оренбургские «Белые тигры» провели очередные календарные матчи в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Накануне оренбуржцы принимали в «Звездном» Нижнекамский реактор и дважды переиграли гостей со счетом 1-0 и 4-3. В первом поединке победу хозяевам серии послематчевых буллитов принес Оскар Камалов. Повторная встреча, которая также завершилась за пределами основного времени, дублем в составе победителя отметился Олег Шустерман. Еще по шайбе свой актив записали Владислав Байко и Харлд Сподзинш. Одержав две тяжелейшие победы над Нижнекамцами, «Белые тигры» отвоевали одну позицию в турнирной таблице своей конференции. На востоке оренбуржцы теперь занимают 12 место. Лидируют здесь большим отрывом челябинские «Белые медведи». Далее располагаются Нижегородская чайка и Хантамансийские мамонты игры. И пока это все новости спорта. До встречи. В Старый Новый Год самое время попасть в сказку. Что общего между известным произведением Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» и кусочком пирога? Правильно, Алиса нашла пирог в шкатулке, откусила от него кусочек и попала. А вот куда она попала и как, мы сейчас с вами узнаем. В самом центре города есть место, где оживают персонажи знаменитой сказочной истории. А люди совершенно непроизвольно становятся частью театрализованного перформанса. В искусно оформленном причудливой фантазии пространстве разыгрывается на глазах у изумленных зрителей целое святочное представление «Алиса в стране чудес» или «Приключения в пирогах». Когда открывается заведение, открывается какой-то концепт, то нужно очень серьезно подходить не так, чтобы открыть и просто зарабатывать деньги, а чтобы это было красиво, чтобы это было тепло, чтобы это была любовь, чтобы это была хорошая еда, чтобы это было прекрасное оформление, чтобы это был хороший теплый дизайн. Уникальный проект, возникший как слияние традиций и современности, воплотила в жизнь профессиональная команда художников-оформителей. Из окон семейного ресторана «Пироги», расположившегося в центре Оренбурга на улице Аксакова, 8, как и «Страны чудес», озорная девочка Алиса с прекрасными фрейлинами королевы наблюдают за шумным городом. Фигуры куклы изящно вращаются в бесконечном танце, повторяющем своими движениями праздничную круговерть Рождества на радость взрослым и детям. Оренбург, пожалуйста, приходите и смотрите, погружайтесь в сказку, провожаете Старый Новый год, представляете, что вы персонаж этой сказки. В самом заведении сказочная композиция видна как на ладони. Очень интересно смотреть на окна ресторана вечером, когда сказочная инсталляция подсвечена. И это особенно приятно делать, уютно устроившись за столиком с чашкой любимого напитка и ароматным пирогом. Пекарня пироги на Аксаково 8 приглашает вас окунуться в мир сказки и праздничного настроения. Информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 14 января, в некоторых домах областного центра не будет электроэнергии. Отключение возможно и в Оренбургском районе. Причина – плановые ремонтные работы. Адреса сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И напоследок еще один повод поднять бокал. Этой ночью россияне отметят Старый Новый Год. Традиция встречать этот неофициальный праздник связана с расхождением двух календарей – Юлианского и Григорианского. И сегодня наши корреспонденты спросили у оренбуржцев, будут ли они готовить праздничный ужин. И вот что услышали. Вы будете праздновать Старый Новый Год сегодня? Старый Новый Год? Ну, в семейном кругу с мужем вдвоем. Ну, это по настроению тоже, по-моему, не традиция, не нужно. Мы сами нет, у нас нет времени отмечать на самом деле. Мы учимся, как бы, мы домой поздно приходим и учимся. Мы соберемся, ну, это, с родственниками, конечно, как-то уже заведено. Я считаю, что нет. Но зачем? Есть Новый Год, а Старый зачем? Мне кажется, это бессмысленно. Да ну, как сказать. Кто отмечает, кто нет. Ну, а так, ничего. Пойдет, нормально. Можно отмечать, ничего. Гуляй да гуляй, страна. На этом все. Завтра в студии Ирина Шмидт. Всех с наступающим Старым Новым Годом. И до встречи. Стиль ведущей. Женский клуб. Пятый сезон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»